Газеты у вас нет будущего. Газеты вчерашние сегодня и завтрашние вчера. Что вы думали о вчера-сегодня? Когда наступит завтра? В регулярном чемпионате женской суперлиги наступает пора решающих матчей. Командам осталось провести по 6, 7 или 8 игр, по итогам которых определятся все пары плей-офф. Любопытно, что каждой команде из лидирующего квартета «Динамо Акбанс», «Локомотив», «Тулица» и «Динамо Москва» предстоит сыграть с каждым из прямых конкурентов. А ближайшая встреча лидеров состоится уже 9 марта в 19 часов по московскому времени. Динамовское дерби. Казань против Москвы. Подготовку к принципиальной встрече казанская команда начала с приятных моментов. С утра девушек поздравила мужская половина коллектива во главе с руководителем аппарата президента Республики Татарстан Азгатом Сафаровым. Прекрасное настроение. Утро у нас сегодня было просто чудесное. Пообнимались со всеми мужчинами, какими можно, которые пришли нас поздравить. Очень приятно, как и каждый год, когда поздравляют нас с этим праздником. Настроение отличное. Сегодня с утра было руководство. Поздравляло нас с праздником. Цветы, много разных подарков. Вот. Тортики. В общем, мы рады, счастливы и на позитиве. Подарили и цветы подарили, конфеты подарили. Мальчики подарили нам приятный сюрприз в холодильник, в раздевалку и сертификаты подарочные. На прошлой неделе команда Решата Гелезудинова съездила в Саратов, где одержала очень тяжелую победу над Протоном со счетом 3-2. Но главное, что команда сохранила лидерство в турнирной таблице. Да, была очень тяжелая игра. Мы прилетели туда без опробований. Первую партию так прям было видно, что мы втягиваемся в атакующие элементы. Сложно было. И зал там очень специфический. То есть был разминочный. Потом мы более-менее наладили игру. Но в Саратове очень хорошая организованная команда. Они нам хорошо предстояли, поэтому дело дошло до пятой партии. Отсутствие практики и сами немножко где-то подрасслабились. Не доделали свою работу. Вот, соответственно, такой счет. Но рады, что все-таки вытянули игру. И сейчас дальше настраиваемся на борьбу с Москвой. Предстоящий матч с московским «Динамо» вполне мог быть встречей четверть финала плей-офф Лиги Чемпионов, где команды должны были сыграть друг с другом. Но по решению Европейской конфедерации волейбола все российские клубы и сборные были отстранены от международных соревнований. Конечно, мы очень расстроились, так как хотели бороться. И был реально шанс проходить дальше. Я также думаю, что и все российские команды очень расстроились. Все-таки у трех команд и обязательно кто-нибудь бы мог идти дальше. Главной изюминкой предстоящей встречи, конечно же, станет возвращение Евгении Старцевой в Казанский центр волейбола. Но уже в майке другой команды. Девять лет в столице Республики Татарстан. Конечно же, часть победной истории экс-капитана команды, которая вместе с Женей завоевала четыре чемпионских титула, пять Кубков России, а также выигрывала Ливу Чемпионов и Клубный Чемпионат мира. Все, на всех настраиваемся. У них сейчас, да, три пасущих, так же, как и у нас. Поэтому работаем, готовимся ко всем. На сегодняшний день московская команда занимает четвертое место в женской суперлиге. Сезон для столичного клуба получается очень непростым. Проигрыш в полуфинале Кубка России – минус. Выход из группы в Лиге Чемпионов – безусловный плюс. Правда, достигнут этот результат был уже с новым главным тренером Константином Ушаковым. Он на этом посту сменил Желька Булатовича, с которым команда испытывала проблемы на старте сезона. А вот в 22-м году у москвичек лишь одно поражение в 11 матчах. «Динамо» сейчас в хорошей форме, и они приедут к нам выигрывать. Вот, поэтому будем бороться, и мы тоже хотим выиграть. Думаю, будет интересная игра. Все прогрессируют сейчас. Процесс идет, и мы прогрессируем, и они прогрессируют. Посмотрим, кто будет сильнее. Конечно же, мы хотим победить. В этом сезоне клубы встречались уже дважды. И обе встречи завершились победой команды «Решат» и «Гелезудинова». В октябре в Москве тяжелейшие 3-2. А в декабре в Санкт-Петербурге наши девушки были сильнее со счетом 3-1. Как раз в полуфинале Кубка России, который завоевали уже на следующий день. Сразу же выделяем, что в составе москвичек играют три связующие. Помимо Старцевой это Романова и Ануфриенко. Серьезная линия центральных. Енина, Фетисова, Любушкина, Полякова. Конечно же, главный лидер команды Наталья Гончарова и ее сменщица Мария Халецкая. А также доигровщицы Кроткова, Бегич, Пипунырова и еще одна наша хорошая знакомая Элица Васильева. Да не буду я никого выделять. Они посмотрят интервью, там кто-то обидится, кто-то наоборот обрадуется. Мы думаем о своей игре и о себе. Выделять кого-то, наверное, я не буду. Потому что у них все игроки хорошего уровня, все мастера своего дела. Динамовское дерби. Казань против Москвы состоится 9 марта в 19 часов. Волейболистки будут очень рады видеть вас на трибунах центра волейбола. И непременно покажут яркий и эмоциональный волейбол. Прямую трансляцию встречи «Динамо Акбарс» «Динамо Москва» вы сможете посмотреть на телеканалах холдинга «Матч», а также на интернет-порталах «Спортбокс», «Матч» и «ТВ-стат». Волейбольный клуб «Динамо Акбарс» от всего сердца поздравляет всю прекрасную половину человечества с самым нежным и красивым праздником в году. Лишь с наилучшими пожеланиями, любви, крепкого здоровья, исключительно позитивных моментов в вашей жизни. И чтобы лучезарные улыбки всегда радовали ваше окружение. С Международным Женским Днем!